К итогам работы 5-го Всебелорусского народного собрания обратились участники совместного заседания Витебского областного совета депутатов и Витебского областного союза нанимателей. Центром внимания стали вопросы определения направлений развития промышленного комплекса Витебской области. По итогам предыдущей пятилетки за достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития, Витебская область заняла второе место и занесена на республиканскую доску почёта. Результаты говорят сами за себя. Созданы более 200 промышленных предприятий всех форм собственности. На строительство, модернизацию, приобретение оборудования затрачено более 38 триллионов рублей. Успешно реализованы проекты по привлечению иностранных инвестиций. Витебщина обеспечивает 15% объёма всей промышленности республики. Качественные товары, произведённые на предприятиях Витебского региона, импортируются в 86 стран мира. В программе на ближайшую пятилетку, принятой Пятым Всебелорусским народным собранием, донесение до каждого предприятия области чётко поставленных задач. «Самая основная задача, конечно, это повышение уровня жизни нашего населения. Для этого необходимо развивать сегодня промышленный потенциал. И, в принципе, перед этим стоят задачи, конечно, это создание новых рабочих мест, это диверсификация роста нашего экспорта, ну и, конечно, привлечение инвестиций. Самое главное сегодня ещё раз проговорить те задачи, чётко их очертить перед всей нашей промышленностью, перед нашим руководителем корпуса». Ближайшие пять лет должны стать переломным периодом, своеобразным переходом к интенсивному и инновационному пути развития. Основные перемены заключаются в преодолении факторов, которые сдерживают развитие промышленного комплекса. А они сегодня характерны для большинства предприятий. «Мы знаем, что надо делать, и директора знают, что должны быть и инвестиции, и инновации, и рынки. Всё это ясно и понятно, что куда идти, но как это делать, поэтому мы и собрались для того, чтобы определить, как это сделать, чтобы было всё быстрее. Потому что сложности сейчас у всех одинаковые. Это и отсутствие оборотных средств, нехватка оборотных средств, это высокие тарифы на энергоносители, довольно большие проценты на кредитные ресурсы». Развитие промышленного комплекса области зависит от Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», «Лукомольской ГРЭС», республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго». На долю предприятий приходится 70% общего объёма промышленной продукции Витебской области. В новой пятилетке первоочередной задачей для всей промышленности станет снижение зависимости от этих гигантов за счёт загрузки предприятий, работающих на местном природном сырье. Взаимодействие представителей Витебского областного совета депутатов и Витебского областного союза нанимателей основано на совместном решении задач, поставленных на Пятом Всебелорусском национальном собрании области промышленности, а также в распространении положительного опыта, который наработан ведущими предприятиями Витебского региона. Великолепные пейзажи, художественное осмысление и одушевление философских образов и человеческих эмоций, молодости и старости, жизни и смерти, любви и страсти. А главная тема – гимн красоте женского тела. Всё это с особым вдохновением воспета в творческих работах удивительного австрийского художника Густава Климта, основоположника модерна в австрийской живописи. Копии его работ собраны в удивительную экспозицию, которая называется «Густав Климт. Эротика. Пейзаж. Рисунок». Выставка работает в нашем городе. Витебчане аудитория требовательная и благодарная, умеющая понять идею произведения и по праву оценить её. Поэтому именно жителям культурной столицы, да ещё в год, объявленный Годом культуры в Белоруссии, выпал шанс первыми увидеть работы великого мастера. Вниманию горожан и гостей Витебска представлены 54 копии произведений художника. Все работы выполнены витебским художником Дмитрием Горолевичем с разрешением музеев и галерей, где хранятся оригиналы. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как Даная, Юдив, Поцелуй и многие другие. Оригиналы полотен Густава Климта являются достоянием лучших музеев мира. Венской галереи, Венского музея Леопольда, Национальной галереи Рима, галереи современного искусства Нью-Йорка, Центры искусств IT в Японии и многочисленных частных коллекций. Собрать изображения практически со всего земного шара, воссоздать картины в размер оригиналов в технике письма автора, нанесением сусального золота – работа, потребовавшая как душевных, так и материальных затрат. Подготовка выставки шла на протяжении двух лет. Это не только художник, который рисовал. Это начиналось с идеи, это начиналось со связями со всеми музеями, где хранятся оригиналы. Это переводы на иностранные языки, это договоренности о покупке электронных версий. Это была колоссальная работа. Я даже сам для себя впервые, когда занялся этой темой, открыл в Климте величайшего, кроме всего прочего, пейзажиста. Его пейзажные работы, они просто вот настолько прекрасны, настолько звучны, настолько ярки, что отойти от них просто невозможно. И я хотел бы, чтобы наши белорусы, и не только, и гости нашего города, те, кто не всегда имеет возможность выехать за границу и посетить музеи с оригиналами, хотя бы в копиях прикоснулись бы к великому Климту. В рамках выставки планируется проведение ряда культурно-образовательных мероприятий. Вечер венского вальса, празднование дня рождения Климта, дни поцелуев, когда каждый желающий, и особенно новобрачный, смогут сфотографироваться на фоне знаменитой картины «Поцелуй». Также они смогут посмотреть документальный фильм о Густаве Климте и приобрести на память сувениры. Приглашаем всех за впечатлениями. Выставка будет работать в Витебске до 30 июля. Находится по адресу пространство «Пирамида-2» бизнес-центра Марка-Сити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Билеты на кого? На Сергея Лазарева. Сережа, 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 Лазарев, Лазарев, Витебский Лазарев. Специально для портала город. 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 Здрасте, а есть что-то для Сережи Лазарева? Букетик какой-то подходящий. Не, не то. 8,50? Дороговато. Ай, не, не, не то, не то, не то. Нашла, смотри. Все, то, что нужно. Сколько стоит? Отлично. Берем. Я в восторге от зрителей, от публики. Мне кажется, это взаимный восторг. Я секси. Берем. Вот так было так на Евровидении ехать. А что вообще знаете? Знаю, что на Евровидении ездят, что замечательный певец. Нам очень нравится, особенно для женской аудитории. Я краснее, девочки, не знаю. А там, может, за Сергея Лазарева хочется? Мне там, может, вообще хочется за Сергея Лазарева, тем более. Сегодня было очень масштабно, красиво, на мой взгляд. И по-настоящему произошло единение между публикой и артистом. Это самое важное. Не, блин, не успела, не добежала. Ну ладно, пойду завтра Галкину подарю. Он тоже ничего. Следите за новостями на портале городвитебск.бай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова